А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Сергей, здравствуй. Здравствуй, Алексей. О чем сегодня расскажешь в спортблоке? На этот раз в обзоре велоспорт, картинг и футбол. Также подведем итоги гонбольного турнира в рамках Всероссийской универсиады. В областном центре завершился гонбольный турнир в рамках Всероссийской летней универсиады. Участие в соревнованиях принимали 6 женских и 8 мужских команд. Игры получились по-настоящему жаркими и напряженными. Ведь большинство студентов-гонболистов имеют бесценный опыт выступлений в Суперлиге и молодежной сборной России. В итоге триумфаторами среди девушек стали студентки Северо-Кавказского федерального университета. А золото мужских гонбольных баталий завоевала команда Кубанского государственного университета физкультуры. Белгородские гонболисты по ряду причин заняли всего шестое место. Два года назад выпустились базовый состав команды, который в этом году стал серебряным призером высшей лиги. Уровень соревнований там тоже высокий. И поэтому мы играли чисто уже вторым составом. И плюс в первой игре у нас тяжелую травму получил основной игрок команды Борис Четверяков. Несмотря на это, гонбольный сезон для белгородцев складывается довольно успешно. Напомню, что наши ребята стали призерами высшей лиги. А сейчас в напряженном графике продолжают борьбу за высокие места в турнире по пляжному гонболу. Также в Белгороде в эти выходные состоялась экстремальная гонка на горных велосипедах. Соревнования подобного рода были организованы впервые. Они собрали более 20 спортсменов из Белгорода, Старого Оскола и Тамбова. Трасса насыщена рельефными препятствиями и искусственными трамплинами, что сделало ее прохождение очень непростым и захватывающим. Принять участие в заездах мог любой желающий. Для этого организаторами, кроме основной категории для матерых гонщиков, были предусмотрены еще две. Фитнес с сокращенной дистанцией безопасного спуска и фан. Самый легкий маршрут, доступный даже любителям велоезды детского возраста. Эта экстремальная гонка прежде всего направлена на популяризацию велоспорта в нашем регионе и повышение мастерства перед более серьезными стартами. Уже 26 июня в Шебекино пройдет второй этап Кубка Черноземья по кросс-кантри. А на закрытом треке автоспортивного комплекса «Вираж» в рамках молодежного фестиваля «Русь-Заповедная-2. Страна-городов» прошел турнир по картингу «Скорость». Изначально проведение заездов планировалось на открытой трассе, но погодные условия внесли свои коррективы. Это не помешало ребятам проявить навыки управления картам. На старт вышли 16 пилотов, по двое от каждой из восьми команд. В финальном заезде участвовали четыре гонщика с лучшими показателями. Победил представитель команды «Русичи» БГТУ имени Шухова. Серебро у коллектива Института искусств и культуры «Поколение 31». Почетное третье место осталось за россиянами из Белгоу. И в завершение о футболе. Футбольный клуб «Белгород» провел очередной матч чемпионата области. На поле 49-й школы областного центра белгородцы принимали краснояружский вымпел. Хозяева не оставили сопернику шансов, ученив яркий разгром со счетом 7-2. Отметим, что пять мячей футболисты Белгорода забили в ворота гостей уже в первом тайме. Сейчас ребята располагаются в середине турнира и таблицы и с каждым матчем прибавляют в мастерстве. В лидерах областного чемпионата по-прежнему находится Алексеевская слобода и сенсационное открытие нового сезона «Строитель». Потихоньку начинаем уже форму набирать. И ситуация еще с травмирована. У нас 5-6 человек постоянно получают травмы. Врача уже в команде нашли и тренировочный процесс наладим. Все будет хорошо, я думаю. И на этом у меня все. В студии работал Сергей Шрамко. Держите руку на пульсе главных спортивных событий «Края» вместе с Первым областным. Спасибо, Сергей. Еще больше новостей на сайте мирбелогория.ру. Работал в студии Алексей Ерофеев. До новых встреч в эфире Первого областного. Субтитры создавал DimaTorzok